Он помог мне пройти игру по спидрану. Сэээм, хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Hello Neighbor 2 Бета. Эту игру знатно обновили и дали на растерзание публике. Нажмем новую игру. Опа, сразу начинается экшен. Это мы, это наш персонаж. Он хочет исследовать что-то. Возможно, исчезновение какого-то человека. Так, мы видим, да, проблемы с постобработочкой. Пока что есть, но ничего. Кто-то пропал. Насколько вот я понял. Я не то чтобы особо прям разбирался, как обычно, но кто-то пропал. Мы с вами так и не прошли первую часть, кстати говоря, вот совсем. Я много чего пропустил. Мы чуть не упали на вилы. Сразу мы видим какого-то мальчика. Наконец-таки появились NPC. Стоп, это не мальчик, это просто пугало. Это очень неприятно выглядит. Смотрите, это что, типа туториал? Если тебя видит человек-ворон, он тебя... Погодите. Ворон реагирует на мальчика-пугало. Тебе нужно фоткать его, получается. Знаете, как изображение странно меняется, когда ты смотришь на предметы? Ааа, очень необычно. Короче, я понял, что нам нужно сюда установить камеру. И тогда можно будет сфоткать ворона. Чтобы собрать мальчика-пугало, нам нужна кепка, нам нужна шарфик, кофточка, штанишки, немного сена и, конечно же, рюкзак. Здесь у нас ничего нету. А вот тут что-то есть. Опа. Как мы необычно его держим, как дротик какой-то. Ну так давайте его и швырнём, как дротик. Почти в яблочко. Вот так мы должны использовать ключ, да? Погодите, ну... А, вот всё, мы смогли его использовать. Окей, нам больше он, получается, не нужен. Он прям даже через пол провалился. Вот оно как сделали. Они прикольно замутили такое обучение. Получается, теперь не каждый предмет можно будет брать, а только какие-то важные. Снова пробел, и мы цепляемся. Удерживаем. Оп. И выпрыгиваем. Смотрите-ка, что это у нас тут камера. Что, нам снова падать нужно? Аккуратнее, вилы. Ааа! Пресс. Пресс-и. Мой сайт с комиксами. Все, кого интересует. Вот что с моим сайтом с комиксами произошла? Проблема произошла. Его хакнули. Мы его закрыли, чтобы он не распространял ненужную информацию. И, в общем, будем восстанавливать его постепенно. А пока мы продолжаем играть. Оп! О, она сама, она сама это сделала. У нас есть фотка, доказательства теперь есть. Человек-ворона существует. Существует. Что теперь-то? Что теперь? У него ломится сюда. У-у-у! На меня это подействовало. Мне нравится, как они сделали. Постановка прекрасная. Вот он. У него тоже классная постановка. Прикольно. А, это сон всего лишь навсего. Анимация, однако, знаете, очень клевая. Ой, он тоже любит кофе. Слышите, в музыке такие вайбы есть ретровые. Как будто в Stranger Things эта тема все еще популярна. А я бы другую тематику какую-нибудь придумал в музыке. Мне кажется, здесь что-то такое подойдет более деревенское. Но не кантри. Столько персонажей новых, офигеть. Кто это? Он явно какой-то мутный. Ты что такой мутный? То есть, все-таки, эта тема с открытым миром, где можно в каждый дом залезть и найти что-то, что поможет тебе каким-то образом, своим личным образом, креативным, попасть в нужное тебе место, она в итоге будет реализована. И при этом здесь куча персонажей, которые что-нибудь будут делать, давать квесты. Мы как-то сможем их использовать. Да что ты сразу... Что произошло? Что ты... Он продолжает меня сюда же класть. Хорошо, я так понимаю, что мне в эту сторону нельзя. Он охраняет меня от того, чтобы уйти за пределы карты. Симминг, пропали, пропали дети. Все дети пропадают. Это наш кабинет? Или кто-то до нас исследовал все это? А вон тот самый дом, да? Ничего нельзя поюзать. Разве что вот это. Какая-то связь между этим мужчиной усатым и этими детьми. Но очевидно, откуда эта связь может быть? Ведь мужчина одет в желтое. Желтый цвет очень нравится детишкам. Также у него есть усики, которые... Ну, ты можешь приятно щекотать им усики. А, ладно, все, что я несу. Давайте просто пойдем исследовать дальше. Вау. Как-то это прикольно выглядит. Я подумал, что светает. А, я падаю. И теперь я за пределами карты, да? Черт. Оп. И ворона, спасибо большое, ты меня вернула. Там уже полицейская машина стоит возле этого дома. Я вижу. Я вижу. Вон детектив стоит. Пожалуйста, дайте мне интервью. Дайте мне интервью, детектив. Здрасте. Да? Что? А, он не хочет, чтобы я на месте преступления ходил. Ведь сам сосед исчез. Но теперь это наш враг. Получается, у нас их два уже. Полицейские и ворона. О, посмотрите. Я зашел. Ха. Что ты сделаешь, ворона? Тупорылы. Это животное. Я зашел. Здравствуй. Какое интересное. А, это женщина. Слушайте, тут все против меня. Никто не хочет со мной общаться. Они что, все заодно? Я пришел снова. Хочу булочку. Кроссан. Мое любимое блюдо. Мы можем сейчас забраться. Ой, блин. Я просто здесь наблюдаю. А, она меня не видит. Все. Она ушла. Холодильник нельзя открыть. Вот какую дверь можно открыть. Вау, здесь столько тайн. Погодите. Мы же не посмотрели сначала вот здесь все. Что это? Это отмычка, которая отмыкает задний двор. Нет. Опа, здесь мы можем сныкаться. И будильник. Побежали. Я думал, что я возьму будильник, а не просто заведу его. Однако мы наверху. Что это? Рецепт пирога. Ах, блин. Стой. Стой, 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 стой. Давай поговорим. Давай поговорим. На тебе. Нет. Спрыгивай вниз, Евгений. Вот. А, блин. Споткнулся. Закрой. Тихо, 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 тихо. Все, сел. О, боже мой. О, боже мой. Придется ее пырнуть, если что. Тихо, 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 тихо. Она потеряла меня. Я уже готов был ее пырнуть этой отмычкой. Я так понимаю, музыка не остановится, пока меня не поймают. То есть фактически-то погони уже за мной нету. Ну ладно, пойдемте смотреть дальше. Что мы здесь имеем? Ворона. Слушайте, ну музыка обязывает меня просто делать все максимально активно и напряженно. И в окно я тоже не могу выпрыгнуть, потому что тут какая-то невидимая пигня есть. Давайте зайдем за прилавок, пока она стоит, вступляй. Что-то можно нажать, что-то можно украсть. Всегда можно что-нибудь украсть. Помните это. Например, круассан. Я считаю себя победителем в этой игре, потому что я добыл круассан. Есть, теперь выпрыгиваем. Нет, не трогай меня. Нет. А круассан все еще при мне. Так что все окей. Ну, пойдемте приманим этим круассаном полицейского. Они, конечно, пончики любят больше, но, надеюсь, это ему тоже понравится. Я так понимаю, нам больше никуда с вами не пойти, кроме как вот сюда. Ну окей, давайте посерьезки пошли. Аккуратненько. Полицейские там что-то исследуют, а мы просто портим. Мы вечно журналюги лезем, куда не надо. Нам нужно аккуратненько пройти в дом. Полицейские в этой комнате. О, можно сзади дома пойти. Как фиговасто без фонаря. Опа, нам не дают сюда пойти. Ну давайте, хорошо, заходим. Полицейский. У него ключ. Давайте посмотрим, как профессионал ведет свое расследование. Сначала он подходит к телевизору и внимательно его изучает. После чего начинает сразу кушать. Потом он возвращается на место преступления и прихорашивается. После чего он думает. Пойду-ка посмотрю в окно, какая там погодка нынче. И уж только потом займусь работой. И вот он смотрит в окно и думает, связывает одно с другим. Но потом снова идет кушать. И кушает, и кушает. Кстати говоря, это наш шанс подойти и забрать у него ключ. Мне кажется, он вообще не заметит. Оп! Это правда, он не заметит. Мы сейчас это сделаем легко. Просто в два счета. Он сейчас нападет сюда покушать. Мы украдем как раз таки. Окей, 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 окей. Операция. Забрать ключ. О, спалил! Нет, он палит, оказывается. Мы не можем взять ключ. Мы можем только каким-то образом вырубить его. У меня, кстати, нету моих предметов. Все забрали. Давайте пойдем в спальню. Нам нужно что-то найти, что отвлечет его. Может быть, что-то кинуть в него нужно будет? Снотворная чашка книжки. Ничего подозрительного. Все как обычно. Вот обычные плакаты детей. Кто бы не повесил себе плакаты таких прекрасных детей. Дети это наше будущее. Мы всегда должны все думать о будущем. Что это? Могила. Ничего удивительного. Ничего подозрительного. Все мы когда-нибудь умираем. Он сразу решил подготовить себе заранее могилку. Что это мы нашли? Палка. Забитый чердак. Ничего удивительного. В чердаках много хлама, который не хочется видеть вообще и портить себе настроение. Поэтому он просто заколотил, чтобы больше туда не ходить. Владильник не открывается. Ничего здесь нельзя открыть. Окей, и здесь мы выходим на задний двор. Но нам нельзя на задний двор, да? Потому что есть ворона, которая нам мешает это сделать. Да. Так, друзья, у меня есть мысль. Попробовать все-таки забрать ключ и убежать. Вот так. И просто сваливаем. Так легко. Все? Все. Я это сделал. Вот он ключ. Можно его кинуть теперь. Пусть он тут лежит. Я просто не хочу, чтобы меня ворона опять взяла. Я потерял все предметы. А женщина все еще стоит. Погодите, а где же туда мои предметы? Что? Что? О, простите. Случайно тут строительные работы просто идут. Очень неловко получилось. Все это время у меня была эта балка. Простите. Ну что ж, раз все предметы остаются при мне. Давайте пойдем и заберем ключ. Вспомнить бы, от чего этот ключ. Куда я упал? Мама. Это было неожиданно. Я попал под дом. Здесь какой-то фундамент я вижу. Продолжаем там лазить. Там целый бункер под землей. Вот, вот, стоп. Я вернулся. Есть. Есть. Пожалуйста, я хочу вернуться. Дай мне вернуться, игра. Будь все проклято. О, посмотрите, автосейф и у меня ключ. Что у меня есть с собой? Все предметы. Ну вот и замечательно. Нам нужно теперь найти, куда ключ деть. Стойте, погодите-ка. Вот этот мальчик с галочкой зеленой. Мы с вами, кажется, находимся вот здесь. Вот здесь пекарня. Здесь дом, который зеленый и полностью закрыт. И там мальчик уже найден. И осталось вот здесь вот. В этом доме сосед и еще два ребенка. О, боже мой. Мы можем пойти наверх. Мы что, рискнем? Рискнем, конечно. Да это легко. Предыдущие версии я не такие паркуры делал. Смотрите, как прикольно. Мы можем пойти выше. Вот тут, судя по всему, дом мэра. А там колесо обозрения. Какое здоровое. Этот город сильно изменился. Нету заправки. Нету всех тех фуникулеров. Огромных особняков на горах. Эта штука не подается никаким манипуляциям. Я не знаю, что мне нужно с ней сделать. Интересный момент. Я вижу открытое окно. Оно как раз таки ведет вот в эту закрытую комнату. И не зря здесь ступеньки оборваны. Может быть мы можем использовать это. Тихо, тихо. Есть! Заходим. Боже мой, что это за место? Камера. Камера и экран. Стоп. Мне нужно что-то выкинуть. Круассан. Давайте круассан здесь сохраним. Балка. Я не знаю, для чего она нужна нам. Значит, берем камеру. Берем, конечно же, ключ. Берем экран. Берем круассан. Все. Балку ставим. Даже отсюда не открыть это. Погодите. Вот, наконец-таки инвентарь. Да, мы можем так смотреть все наши предметы. Кровать, погодите. Все. Мы устали. Очень много работы за сегодня выполнили. Так, мы живы. Все хорошо. Ах, как я взбодрился. Хороший день начался. Снова дети пропадают. Очередная рутина. Опа. Солнышко светит. Хорошо. Все, выходим. Осторожно. Осторожно. Вот так, по краюшку. Вот сюда. Главное, чтобы ворона не пришла, не среагировала на нас. Есть. Что это? Это он? Что происходит? Что? Это мне что-то надели на голову? Погодите. Игра не закончена. Я уж подумал, что там больше некуда идти. Что у нас с инвентарем? Все на месте. Мы можем теперь пойти сюда. Это дом соседа. Эта ворона постепенно нам открывает, куда нужно идти. Слушайте, это интересно. Может быть, это какое-то задание нужно выполнить? Я слышу храп. Он здесь. О, да. О, да. Как всегда тут есть, где полазить. И мы можем даже зайти, получается, за дом. Все в нашем распоряжении. Хо-хо-хо-хо-хо. Как интересно. Да, давайте сюда. Гоу. Прямо наверх. Что там внутри? Там никого. Ну, а мы не сдаемся. Мы ползем выше. И мы на крыше, получается. Вот он. Наконец-таки вход. Я не могу забраться. Кто-то плачет. Не бойся, мальчик. Я скоро тебя спасу. По крайней мере, мы знаем, что он точно жив. Черт, я слышал, он где-то прямо здесь плачет. Мы должны помочь ему во что бы то ни стало. Что у нас вот здесь? Давайте прыгнем, посмотрим. Мальчик, ты меня видишь, мальчик? Нам нужно выбрать предмет, подходящий, которым можно швырнуть. Отмычка, камера, кроссан. Кидаем. Есть. Ты свободен, мальчик, вон он. Я тебя сфоткаю. А, черт, камеру забыл поставить. Сейчас, погоди, погоди, погоди. Все узнают, что ты жив. Смотрите, я проник. Я победил в игре. Где он? Это обманка. Не обманули, это просто картонный мальчик. Я должен все это заснять. Вот, теперь экран нам покажет всю правду. Вот, все, забираем обратно ее. Крусанта я все заберу, естественно. Вот это офигеть, мои ожидания максимально сейчас обломались. Однако мы в доме, это самое главное. Боже мой, ничего не понятно. Ага, это ступеньки, мне нужно что-то нажать, и они опустятся. Я не с той стороны попал туда. Продолжение следует. Я прошел игру? Я прошел игру. Ну, в плане, я прошел вот конкретную часть, вот эту вот бета-версию, которую нам дали на обозрение. Я что-то, походу, очень жестко пропустил. Скипнул просто. Я заспидранил Hello Neighbor 2. И все благодаря Крусану. Я его вызволил из той пекарни ужасной. И он помог мне пройти игру по спидраму. Опа, смотрите, новый персонаж. Здрасте. Опа, это меня спалило только что. Какие здесь все мутные, оказывается. Давайте здесь зайдем. Хорошо, балка раз, балка два. Все, я, меня здесь нету. Я не в доме. Я не думаю, что мне балки эти нужны. Давайте кинем их здесь. А дед ушел, да, получается, с Аггетти Ботом? Окей, 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 окей. А что в этой комнате, куда он ходил? А ну-ка, давайте посмотрим, быстренько. Подвальчик здесь. Пока что это всего лишь криповый дом. О, как жутко. Не хочу, чтобы он меня увидел. Нам надо уходить отсюда. Что он делает? Никого нет здесь, не переживай, старик. Все в порядке. Ладненько, давайте, нам нужно как-то отсюда выбраться. Ладно, давайте попробуем еще раз посмотреть этот домик. Может быть, тут есть какой-то вход. Погодите, мы в доме. Вау, внезапно. Как хорошо, что мы здесь оказались внезапно. А вот тот самый ключ, который мне нужен, который я куда-то потерял. Блин. И, кстати говоря, ключ вернулся на место. Как и все остальные предметы. Может быть, это ключ... А, это же ключ от машины. Это не ключ от того дома. О, здесь пончик. Оп. Это не я делал. Извините, пожалуйста. Нам дали понять, что ключ находится у мэра. Мэр стопудово живет здесь. Перелезаем. Вот он, этот ключ. Блинушки, песик злой. Пончик возьми. Нет, пончик он не хочет. Я знаю. Надо запрыгнуть вот здесь. Оп. Больше песик не сможет ничего сделать. Я все-таки добьюсь своего. Оп. Есть. Стоп, 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 стоп. Есть. Оп. Скорей. Хорошо, хорошо. Теперь быстро к воротам. Давай. Нет. Только не под пол проваливайся. Давай. Есть. Ключ у нас. И уже посерьезки. Открывайся. Кто здесь? Вон он. Значит, пришло время не палиться. Окей. Есть, вижу, гаечный ключ. Канистра с бензином. Надо заправить. О, это было громко, да? Я не знаю, для чего нужна канистра. Давайте одну возьмем. И пошли обратно в дом. Здесь у нас есть маленький такой вот. Может быть, какая-нибудь отмычка нужна? Отмычка находится в пекарне. Черт, он здесь. Ему нравится его машина, он хочет ее потискать немножко, да? Поковыряться внутри. Он забрал. О, блин. Скорей. Давай. Черт. О, нет, мы больше не выйдем отсюда, да? Я буду, блин, кидать, если что. А ключ все еще у него, я не понимаю. Стоп, стоп, прежде чем его агрить, давайте посмотрим, ключ ли у него. По-моему, у него ничего нет. Погодите, отмычка, она совсем не в кофейне. Я же в ванну ее кинул в этом доме. Ой, как прекрасно, что он в ту самую сторону пошел, которая нужна. Ванная. Погодите. Отмычка. Она исчезла. А вот это что такое? Гаечный ключ. А, на чего? Вот, теперь у нас есть доступ на крышу, наконец-таки. Нам нужно вернуть ту отмычку. Она меня не увидит, если я буду притворяться мешком. Все в порядке, все в порядке, хорошо. Ой, она меня увидела, кажется. Ой, не трогай меня, я здесь в душе вообще-то стою. Уходи, не смотри, да, отвернись, отвернись. Ах, потеряла меня, да? Вот отмычка, отлично. Пока сосед в той части комнаты, давайте исследуем здесь. Он идет сюда, блин. А, он типа спит. Тут все врут в этой игре, да? Все лгуны. Вот, смотрите, он меня видит, типа. Валите отсюда, быстрее. Ванную. Это помогло однажды. Я принимаю душ. Никогда еще не принимал душ под такую напряженную музыку. Оп, я еще не закончил. Выйдите, выйдите, пожалуйста. О, Женек, ой, прости, ты голый здесь стоишь, я не хочу смотреть. Нет, я ухожу, все, прости. Поговорим потом. Хорошо, будем считать, что мы здесь все, что нужно посмотрели. Теперь надо выходить и направляться выше. Ну, вот мы и на крыше, на самом верху. Кстати говоря, мы же не посмотрели в самом доме мэра что-нибудь есть или нет. Давайте посмотрим. Оп. Мы не умрем, надеюсь? Надеюсь, нет. Оп. Где я? О, я умер. Но все, все мои вещи при мне, так что все в порядке. Опа, мы входим. Как здесь мило. Кто-то едет. Ой, господи. Слушайте, а прикольно сделано. Мне нравится, что каждый злодей имеет свою музыку какую-то характерную. Давай. Селенок не хватает. Может быть, остальные двери нужно было так же открывать. Давай. Есть. О, как здесь элитненько. Он трапезничал, видимо. И делал вид, что у него очень-очень много друзей. Что тут у нас? Спальня? Нет, это вот кабинетик личный. Давайте пошарим по его личным файлам. О, боже мой. Какой стрёмный комп для такого богатого чувака. Это спальня, которую мне нужно посетить. Обязательно. Которую я не могу посетить. Но у меня есть отмычка. Она не работает. Можно попасть туда сверху. Я просто пока не знаю как. Что мне подсказывает, что я могу дотянуться вот так? Вот, вот, стоп, 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 стоп. Да, я так и хотел. Так и хотел. И я так и получил. Что у нас подойдет для броска? Я думаю, гаечный ключ. Такой тяжеленький. Есть. О, я даже не потерял его. Пожалуйста. Теперь давай сквозь прутья. Тяни в живот, давай. Все, насмарку. А если сюда? Ой, не то сломал. Знаете, пока что все это выглядит как нормальные дома. И только я такой вандал хожу и все порчу. Мы нашли с вами какую-то пластинку. Которая называется спил. Может быть ее швырнуть в чувака и голову ему срубить. О, смотрите. Спил. Можно поставить. Нажимаем. Спил. А, слип. Вот это что такое. Это чтобы поспать. Это чтобы джазить и чтобы танцевать. То есть, получается, мы манипулируем таким образом чуваком. Я включил спать, но что-то он не спит пока. Он пошел вот туда. В сторону своей почивальни. Может быть, он туда сейчас спать пойдет? Он открыл дверь. Ага. Нифига себе, как интересно. Все, он уснул. И здесь что-то должно быть очень важное. Че? О, блин. Стой, стой, стой. Не трогай меня. О, Селик подошел ко мне. Шулы. Окей, я думаю, на сегодня мы посмотрели очень много контента и даже заспойлерили себе концовку. Потому что как батьки заспидранили игру. Я не виноват. Игра просто позволила мне это сделать. Я не знал, что это будет концовка. Тут как бы открытый мир. Значит, ты можешь делать, что ты хочешь. Поэтому я и сделал, что захотел. Мы посмотрим с вами остальную часть контента, если вы одобрите этот конкретный видос, поставив лайк, подписавшись на канал, нажав колокольчик и, конечно же, написав приятный комментарий о том, что вы думаете об этом выпуске. Ну а с вами был Юджин, друзья. Увидимся очень скоро. Не забывайте, что у меня новый Дискорд канал открылся. Вот внизу будет ссылка в описании. Заходите туда. Все потусим. Короче, все сказал. Увидимся очень скоро. Всем пяц!